Спасение жизни со смертельным риском. Именно таким парадоксом можно охарактеризовать ситуацию с донорством и банком крови в Украине. Ведь сейчас процедура переливания крови стала лотереей. Пациента, конечно, это может спасти, но никто не может гарантировать, что его не заразят гепатитом или ВИЧ, например. А всё потому, что качество крови у нас проверяют по старинке и зачастую на давно списанном оборудовании. Убедилась в этом и наша Евгения Коваленко о смертельно опасном финансовом обескровливании медицины её сюжет. В этих больничных коридорах не делали ремонт уже десятки лет, а оборудование настолько старое, что непригодно к использованию, но другого нет. Здесь даже, казалось бы, обыденные вещи, роскошь. У нас нет кресел. Даже вот у нас доноры дают кровь на столах. У нас нет нормальных контейнеров для того, чтобы мы могли качественные компоненты крови разделения произвести правильно. Это отделение трансфузиологии в Институте хирургии имени Шалимова. В таких условиях каждый год здесь заготавливают две тонны крови для операций. Вот, к примеру, эта центрифуга самодельная и настоящий старожил. Работает уже 17 лет. Слабенькая, множество раз ремонтированная, но другой у нас нет. Сделали сами мастера. И они уже должны приезжать нам её перепроверять, потому что они считают, что её нужно списать и выбросить на металлолом. И такая ситуация почти во всей Украине. На некоторых станциях переливания крови оборудование ещё со времён Брежнева. Вот как в Ривне. Оборудование всё, которое сучасное, оно очень дороговартосное. Один швидкозамороживатель – это минимум миллион гривен. В последние 2-3 года, скажем так, что-то новое не закуплялось. Потреба есть, враховывая то, что сейчас требуют для того, что плазма и препараты крови потребуют карантинизации, там, півроку, как минимум. Есть потреба в специальных термохолодильниках. Из-за устаревшего оборудования страдает качество крови. А это значит, что у каждого пациента при переливании есть большая вероятность заразиться гепатитом, сифилисом и даже ВИЧ. Заложники такой ситуации – больные гемофилией. Александр – один из них. Дефицит белка крови приводит к постоянным внутренним кровоизлияниям. На лекарства нужен почти миллион гривен в год. Без препаратов крови просто не выжить. Всего в стране около 2,5 тысяч таких больных. И по данным Всеукраинского общества гемофилии, 95% из них инфицированы гепатитом С. Уверен на 100%, что инфекцию занесли путем переливания компонента крови. Но доказать это очень сложно. Инфицирование происходит практически со всеми людьми, кто переливает кровь, либо компоненты крови. Александр не знает, когда именно заразился. Ведь в больнице его не проверяли ни до, ни после переливания крови. К тому же гепатит С часто протекает без симптомов. Украина на первом месте в Европе по уровню заболеваемости этим недугом. По статистике Всемирной организации здравоохранения, инфицированы более миллиона украинцев. У участников АТО было обнаружено, что у них уровень инфицированности в 2,5 раза больше по возвращению из АТО, чем было до этого. Потому что бывают и экстренные ситуации, например, прямое переливание крови, того, что вообще, как бы, ну это сильно экстренно, это не приветствуется, как бы, во всем мире, потому что кровь должна, ну, какой-то быть безопасной. Но в Украине кровь не может быть безопасной даже после обследования. Ведь у нас нет эффективной системы тестирования, такой, как в Европе. Самое ужасное. У нас не производится тестирование генетической донорской крови, то есть на уровне ДНК, РНК. Это катастрофа. Это самый точный и современный метод. Но для нашей страны это слишком дорогое удовольствие. Поэтому в государственных лабораториях тестируют кровь только на наличие антител. При вирусном гепатите С период от момента заражения человека до момента появления защитных антител, вот этот промежуток может составлять до полугода. То есть человек уже заразный, так, но кровь его, наличие антител еще не показывает. Более того, в Украине они проверяют самих доноров. Перед тем, как ложиться в это кресло, они только проходят медосмотр и общий анализ крови. И в этом случае тоже все упирается в деньги. Работать важные такие проверки лабораторные на гемотрансфестильные, разгорнутые на ВИЛСНИД, гепатит Б, С, сифилис и другие показатели, они не важны того в грошовом размере. В другой момент, в таком случае, донору нужно приходить дважды. Ирина создала самую большую базу доноров в Украине. А всего таких добровольцев в стране около полумиллиона. Этого достаточно, чтобы обеспечить пациентов кровью. Но проблема в отсутствии логистики. В одной больнице может быть ее катастрофическая нехватка, а в другой – избыток. У нас есть 450 медических установ, где можно людям сдать кровь. И беда в том, что они абсолютно между собой не связаны. Близко 40% заготовленной крови снищаются. Еще одна проблема – так называемые стихийные доноры. Те, кто сдают кровь один раз или родственникам, или ради денег. Таких в Украине 70%. Но более безопасные доноры – постоянные. Ведь их кровь уже протестирована. Варвара сдавала 13 раз. В городском центре крови ее занесли в базу доноров. Теперь к девушке постоянно обращаются пациенты. У меня был мальчик, он как больной. Слава Богу, и мочек хорошо подходила моя кровь. Меня всегда просили, чтобы я никому не сдавала только им. Слава Богу, мы были здоровыми. Ось сейчас будет проходить фильтрация крови. Это закрыта система. Понимаете? Сюда не потрапляют микроорганизмы. Раньше у нас была заготовля крови в скляне. Десь вот в такие бутылочки. Это абсолютно современно. И, скажем, кто из доноров боится, что их может чем-то заразить. Не может. Потому что системы одноразовые. В Киевском центре крови в основном новое оборудование. Но его недостаточно. Также в отделении уже давно не делали ремонт. Зато обустроили современную лабораторию и тестируют кровь. Эти аппараты работают уже 10 лет. Но здесь их считают одними из самых современных. Это антитела нашли до сбудника сифилиса. После того, как первинный результат позитивный, потом идут два повторя. И если позитивный, то выдаётся результат как позитивный. А чтобы было меньше позитивных результатов, хотят вообще отменить платное донорство. Мол, это обезопасит пациентов. Ведь тогда донор будет стремиться не заработать, а помочь. Уже не первый год Минздрав планирует реформировать службу крови. Обещают европейские стандарты и лаборатории молекулярной диагностики. Но пока в этой борьбе за выживание проигрывают пациенты. Ведь в Украине нет денег не то, что на европейское оборудование, а даже на зарплаты врачам. Евгения Коваленко, Марьяна Бурякова, Лариса Лисовая, Богдан Савруцкий и Евгений Пахальчук. Подробности недели – телеканал «Интер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова